Когда ученые изобретут лазерные пушки? Они уже давно сделаны. Например, существуют разработки, предназначенные для уничтожения ракет, выпущенных с малых и средних территорий. Эти системы основаны на химических лазерах, и один выстрел стоит более тысячи долларов. Их не так часто используют. Сам лазер — это система ненадежная. Даже сейчас на вооружении, например, армии России, это уже давно известно, существуют лазерные комплексы для дистанционной химической разведки. Это тоже можно считать возможным. Почему, когда обрели мячик, он не улетает в космос? Земля ведь круглая, почему с ней вода не стекает? Когда-то великий ученый Исаак Ньютон открыл земное притяжение. Это случилось, когда он сидел под яблони, и ему на голову упало яблоко. И именно потому, что земное притяжение существует, мячики не улетают с поверхности Земли, и вода не стекает с нее. И именно поэтому человек не может ходить по потолку. А вот на Луне притяжение очень маленькое, поэтому на Луне можно прыгнуть очень высоко и даже не приземлиться на ее поверхность. Почему ученые до сих пор не изобрели эликсир молодости, чтобы мамы никогда не старели? В настоящее время белорусская наука далеко продвинулась вперед. Мы уже изобрели множество препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Разработаны технологии производства различных витаминов, различных минералов для укрепления иммунитета и для укрепления здоровья как детей, так и их родителей. Поэтому, естественно, мы работаем над этим вопросом, работаем над продлением жизни и над продлением молодости. Поэтому в скором времени, возможно, мамы стареть не будут. Мамы будут жить вечно, как всем бы того и хотим. Почему нет машины с крыльями? Вы знаете, машины с крыльями уже пробовали разрабатывать. Но есть определенные сложности. Например, можно разделить как два типа машины – легковые и грузовые. Если к легковой машине приделать крылья и хвост, то не останется места для пассажира и для багажа. Большие машины сложно сделать летающими, потому что они очень тяжелые. И для того, чтобы они взлетели, нужно сделать им очень большие крылья. Если мы сделаем очень большие крылья, то получится практически самый настоящий грузовой самолет. И под него нужно будет сделать взлетно-посадочную полосу, чтобы он мог взлетать и садиться. В будущем, я думаю, будут машины летающие все-таки. Для того, чтобы машину поднять в воздух, нужно преодолеть силу земного притяжения и обеспечить устройством, которое будет поддерживать ее равновесие. Почему человек растет? Ну, так уж устроена наша голубая планета Земля, что все живое на Земле сначала зарождается, потом растет, ну и, конечно, потом и умирает. А расти надо для того, чтобы выжить, чтобы быть крепче, выжить на Земле и дать потомство. Ну, вообще в организме человека все процессы регулируются биохимические, физиологические. Они регулируются биологически активными веществами, которые это гормоны, ферменты. В человеческом организме есть такой орган-гипофиз, который регулирует рост организма человека. Он вырабатывает определенные гормоны. Они функционируют, и организм развивается и растет. Вообще принято, что растут там мальчики и девочки немножко отличаются, но до 25 лет. Потом уже растут очень мало в основном, но когда начинается гормональная деятельность, рост активный, уже прекращается активный рост, но еще можно подрастать до 25. Может быть, можно и больше, если приложить очень большие усилия. Когда изобретут прибор, при помощи которого мы сможем говорить при помощи мыслей. В принципе, собрать такой прибор может любой желающий. Уже существуют промышленно выпускаемые игрушки для прохождения шариком через лабиринт силой мысли. Путем нехитрых приспособлений можно его приспособить для передачи азбуки Морзе. Вопрос, как будем принимать. Тоже силой мысли или все-таки на экран компьютера посмотрим? Думаю, можно снять сигнал электрический с мозга, который будет оценивать. Хотя бы эмоциональное состояние, по-моему, уже определяет без проблем. Работы ведутся. Через 20 появятся. Не волнуйтесь. Когда изобретут машину времени? Я считаю, что машину времени должны изобрести. И это дело рук не сумасшедших и черных, а дело рук людей творческих и обладающих очень живой, красочной фантазией. Потому что, как говорил Эйнштейн, делает открытие не тот человек, который постоянно всю жизнь проработал в лаборатории, а именно человек новый, который приходит в эту лабораторию и делает открытие, потому что не знает, как его сделать, он его делает. Идея уже есть об искривлении и преобразовании в пространство и время. А вот насчет дела техники, конечно, надо подождать, пока родится тот, кто сможет это осуществить. Но мы надеемся, что он не попадет во время проведения своего эксперимента куда-нибудь в каменный век, как у одного фантаста. Почему исключают зубры из Красной книги? Несмотря на то, что хоть зубры и являются символом Беларуси, они очень красивые, мощные животные. Численность зубров у нас в белорусской популяции зубров, в Беловецкой пуще, она дошла довольно до больших таких пределов. В связи с этим, с учетом того, что они могут довольно быстро размножаться, их исключили из Красной книги, в мусле Республики Беларусь. Зато это открывает перед нами новые возможности. Больше возможностей для отстрела, больше возможностей для разведения их в других местах, в разных местах, может быть и в частных фермерских хозяйствах. Если мы их выпустим в лес или в места, которые не ограждены, то они могут наносить урод сельскому хозяйству. Они все-таки это дикие животные. С ними нужно быть все-таки осторожным. Когда появятся роботы, похожие на людей? О робототехнике можно говорить, японцы занимаются, американцы, китайцы. Все на свете. Почему? Потому что это экономия человеческих сил, человеческих ресурсов. Они появляются в любое время. Вот сейчас, допустим, говорят, что даже появились роботы, которые приносят, по хлопку могут изготавливать кофе, чай, еще какие-то уборку помещения делать. То есть идет замена функций человека на менее дешевые. Хотя это не самое главное. Нельзя заменить человека роботом. Ну, конечно, фантастика это все. Действительно, мы на грани того, чтобы увидеть и предчувствовать, когда появится робототехника. Но, как бы эти роботы не завоевали весь мир, и потом бы мы не очутились, сами их разработав, в конечном углу. Спасибо.